Познаем Китай. Об экономике, бизнесе и не только. Авторская передача о Китае. Позвольте мне представиться. Меня зовут Владимир Терентьев. А те, кто хочет начать бизнес Китая, настроить успешные продажи или закупки здесь, в Поднебесной, в Китае, тот, кто хочет связать свою жизнь с Китаем, тем, кто хочет найти высокоплачиваемую работу в Поднебесной, подписывайтесь на наш канал и жмем на колокольчик, чтобы не упускать и не терять важной информации. Если вы хотите с нуля владеть за год китайским языком, у вас отличная возможность заниматься с носителем один на один в нашей Академии Китайского Языка iChinese Online. По окончанию курса вы получите международный сертификат ЧСК-4 или П-2 по европейской образовательной градации, то есть из шести допустимых уровней. Вы получите четвертый. А записаться на полноценное бесплатное занятие с носителем, где вы за урок сможете определить ваш уровень, ознакомитесь с самой современной методикой преподавания китайского, которая существует, получите план занятий, можно перейти по ссылке, которая находится в описании под этим видео. А сегодня мы с вами поговорим о работе в Китае. Можно даже сказать о профессиях будущего. Несколько лет назад ко мне с беспокойством подошел друг предприниматель и сказал, что его сын вернулся из Англии после обучения в тамошнем крутом вузе. Сейчас тот вернулся в Китай и устроился работать, как вы думаете, барменом. Он был очень несчастен, рассказывая мне, что тот получил степень управления, магистра в области управления, то есть MBA, а теперь он делает неправильную карьеру. Увидев его сына пару дней спустя, у молодого человека был совершенно иной взгляд, чем у его отца. Он сказал, как бармен, эта профессия может быть несправедливой профессией. А тогда почему существуют международные барменские сертификаты и множество конкурсов? За пробелом в этой концепции на самом деле лежит появление нового факта профессий будущего. Сегодня в условиях становления новых отраслей промышленности возникло множество различной, можно сказать на первый взгляд, оригинальной работы в Китае. Я ознакомился об отчете рынка домашних животных КНР несколько дней тому назад. Вы не можете себе представить, что в последние несколько лет отрасль домашних питомцев быстро росла более чем на 40% каждый год, а годовой масштаб отрасли превысил 150 миллиардов долларов США в КНР. Так что в связи с этим появилось множество будущих профессий. Например, есть профессия будущего или сегодняшнего дня стилист домашнего питомца. Чем те занимаются? Это стрижка небольших собачек или котиков, придавая им определенный стиль. Эта профессия будущего на самом деле имеет свои профессиональные стандарты A, B, C и D, то есть 4 уровня. Как вы думаете, сколько денег получает стилист высшего уровня сегодня в Китае в перерасчете на месяц? Вы можете не верить этому. Впрочем, эти цифры меня самого сильно поразили. Его месячная зарплата достигает 60 тысяч юаней, то есть приблизительно 10 тысяч долларов или 600 тысяч рублей. Другими словами, можно сказать, эта профессия будущего превышает уровень доходов многих профессий. В качестве еще одного примера в последние два года существует более популярное занятие, которое называется «гостиничный врач». Или на русском эту работу в Китае можно назвать как «тайный гость». В настоящее время в Китае насчитываются сотни тысяч отелей. На долю гостиничных сетей приходится менее 10%. И подавляющее большинство – это одиночные отели. С усилением конкуренции на рынке и развитием интернет-экономики, отдельные отели оказываются не в выгодном положении с точки зрения эффективности управления резервом персонала и контроля затрат. В это время именно вот родилась профессия гостиничного врача или работа в Китае – «тайным гостем». Основная задача их специализации – жить в разных отелях по стране и оценивать обслуживание отеля, систему бронирования, управление качеством сервиса и другие вопросы. Помогать владельцам отеля выявлять проблемы в управлении и высказывать свое мнение по целенаправленному улучшению недостатков. Проще говоря, гостиничный врач предоставляет услугу проверки качества сервиса в отеле. Поэтому к этой будущей профессии предъявляются очень высокие требования профессионализма гостиничных врачей. Они должны иметь богатый опыт работы в управлении гостиниц, а также иметь отличные возможности анализа собранных данных. Сегодня обычный гостиничный врач получает зарплату в размере 300 тысяч юаней в год или даже выше. Доходы некоторых из них даже превышают миллионные планки в год, то есть, грубо говоря, свыше 10 миллионов рублей в год. Другим примером является следующая профессия из новых работ в Китае под названием «летающая рука». Это дословный перевод, который является сокращением от оператора дронов. В последние годы беспилотники широко используются в различных областях. Поэтому рыночный спрос на летающие руки или пилотов дронов также резко вырос. А если взять в качестве примера беспилотник, используемый в сельском хозяйстве, то количество беспилотников для распрыскивания пестицидов в сельском хозяйстве в Китае достигло 13 тысяч в 2017 году. При этом рабочая зона обработки составила около 6 миллионов гектар. К 2018 году число беспилотников для распрыскивания пестицидов в сельском хозяйстве превысило уже 30 тысяч машин. А специалисты прогнозируют, что в будущем спрос на специалистов, пилотов, дронов только в сельском хозяйстве составит около 200 тысяч человек. Чтобы стать профессиональным пилотом, вы должны сдать экзамен, называемый пилотом системы дронов. В то же время вам также необходимо изучить много связанных с ними отраслевых знаний. Таких как фотографирование в области аэросъемки, географические знания в области геодезии и, соответственно, конечно, картографии. А также знания в области ирригации и в области экологического сельского хозяйства. Доход профессионального пилота в месячном зарплатном эквиваленте превышает 20 тысяч юаней или 200 тысяч рублей в месяц. Итак, вы видите, домашний стилист или гостиничный врач или оператор дрона. Это профессии будущего, которые превратились в реальность. Несколько лет назад это было непостижимо для понимания. Но сегодня это стало популярным занятием в подразделенной отрасли. Ненадежная карьера в традиционной концепции многих людей стала горячей профессиональной потребностью. Работы в Китае с профессиональными способностями сегодня. Вопрос для вас, уважаемый слушатель. Помимо стилистов для домашних питомцев, врачей отелей и пилотов дронов, какие новые профессии вы знаете? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях под этим видео. Большое спасибо за ваш просмотр.